Простой тест на определение проблем с сердцем. Интересный факт. По статистике, если вы не умрете в результате несчастного случая в возрасте до 44 лет, вы скорее всего умрете от сердечно-сосудистых заболеваний. На самом деле это целый класс заболеваний, затрагивающих ваше сердце и кровеносные сосуды. И от этого умирает больше людей, чем от рака. Предлагаю вам сначала пройти тест, а потом поговорим о его результатах. Сделайте один набор как можно большего количества отжиманий с правильной техникой. Почти или полностью касаясь пола в каждом повторении. Как только вы сможете сделать еще одно нормальное повторение, или если вам нужно сделать от 2 до 3 секундный перерыв, чтобы сделать еще один раз. Заканчиваем тест. Итак, сколько раз вы сделали? Если вы, мужчина, сделали 40 и более отжиманий, вы, вероятно, не умрете от сердечно-сосудистых заболеваний в течение следующего десятилетия или около того. Если вы отжались только 10 раз или меньше, ну, это не прикольно, друзья мои. Да, возможно, вы скептически сейчас отнесетесь к этому тесту и его результатам. Ведь как с помощью простого теста на отжимания можно определить взаимосвязь между физической подготовкой, которая у каждого разная, и риском умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Разве для этого обычно не нужно брать кровь, подключаться к куче машин, или как минимум делать какой-нибудь стресс-тест на беговой дорожке. Да, для полной картины. Но врачи обычно не заставляют вас делать все эти тесты, пока у вас не возникнут проблемы. Исследования из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана искали быстрый бесплатный тест, который можно было бы выполнить где угодно. В итоге выбрали именно отжимания. Давайте теперь тезисно пробежимся по исследованию. Тест проходил в течение 10 лет. Были отобраны 1100 с плюсом. Поджар их мужчин около 40 лет. Все та же схема отжиманий и дальнейшие наблюдения. Кроме этого, для полноты картины они прошли тест на беговой дорожке под названием протокол Брюса. В итоге 37 мужчин в течение 10 лет имели проблемы с сердцем. Но прикол в том, что 36 из них не смогли приблизиться к 40 отжиманиям. Это значит, что 96% людей, которые смогли отжаться, 40+, раз имели меньше случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается теста беговой дорожки, то отжимания больше были связаны с риском заболевания, чем результаты теста на беговой дорожке. В исследовании отмечалось, что мышечная сила, как было показано, оказывает независимый защитный эффект на смертность от всех причин. Другими словами, чтобы жить дольше, нужно быть сильнее, не толстеть и не курить. Напоминаю цитату. Выживать сильнейший, не так ли? Теперь разберем результаты. Что делать, если вы сделали от 10 до 40 отжиманий? Что ж, исследователи не особо поняли, но экстраполировать довольно легко. Чем ближе к 40, тем лучше. Чем ниже ваши показатели, тем выше ваши факторы риска. Так что не нужно слишком сильно волноваться, если вы сделали только 35 или около того. Этот простой тест является быстрым и бесплатным способом оценки вашей подготовки и, судя по всему, риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также важно понимать, это не значит, что отжимания предотвращают сердечно-сосудистые заболевания. Скорее, отжимания просто указывают на то, что у вас есть сила в верхней части тела, которая обеспечивает эти кардиозащитные преимущества. Возможно, сделать более 40 отжиманий в одном сете, это также довольно хороший показатель выносливости и тест на относительную прочность. Не прошли тест? Что ж, сделайте выводы и подумайте, что вы делаете не так. Возможно, вы слишком мало тренируетесь или имеете лишний вес. Какой показатель должен быть для девушек, неизвестно, но я надеюсь, что вы не забываете укреплять не только низ, но и верх тела. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok